Я Алексей и это программа. День Люди События. Наш день 3 февраля. Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина – период в истории России во время царствования Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» происходит от древнерусского «оприч», что означает «особый», кроме войску опричников и впрямь были даны особые полномочия. В изникновению опричнины предшествовала история о том, как Иван Грозный хотел отречься от престола. 3 декабря 1564 года царь Иван Грозный с семьей внезапно выехал из столицы на Богомолье. С собой царь взял казну, личную библиотеку, иконы и символы власти. Посетив село Коломенское, он не стал возвращаться в Москву и, проскитавшись несколько недель, остановился в Александровской слободе. 3 января 1565 года он объявил о своем отречении от престола, по причине гнева на бояр, церковных, воеводских и приказных людей. Через два дня в Александровскую слободу прибыла депутация во главе с архиепископом Пеменом, которая уговорила царя вернуться на царство. В опричнину было набрано также до тысячи князей, дворин, как московских, так и городских. Им были розданы поместья в властях, назначенных на содержание опричнины, прежние помещики и отчинники были переведены из тех властей в другие. В 1572 году опричнина фактически прекратила свое существование, войско показало свою неспособность отразить нападение крымских татар на Москву, после чего царь принял решение ее отменить. Жертвами репрессий за время опричнины стало, по результатам анализа поминальных списков, около 4,5 тысяч человек, однако многие историки считают эту цифру заниженной.